Латвийской трансатлантической организации провели сегодня акцию возле посольства Грузии в Латвии в память о жертвах грузино-российского конфликта, случившегося в августе 2008 года. Помимо напоминания о жертвах той войны, правозащитники обратили внимание на то, что 20% территории Грузии оккупировано российскими войсками, и 35 тысяч грузин не могут вернуться в свои дома. Война в Грузии может начаться в любой момент. Грузия была оккупирована потому, что западные страны не обратили достаточного внимания на агрессивную, постимпериалистическую политику, которую проводит Россия. Если этот вопрос не будет решен, скажем, Грузия, между Россией и Грузией, это может превратиться в такое же самое положение, как Чечни. Многие из правозащитников побывали в зоне конфликта и настаивают на том, что в Абхазию и Южную Осетию необходимо ввести международных наблюдателей. Правда, не могут объяснить, почему на оккупированных территориях никто не оказывает вооруженного сопротивления оккупанта. Ну, такой, конечно, интересный вопрос, чтобы пролить больше крови, вы имеете в виду? Для чего? Между тем, посол Грузии в Латвии Константин Каркелия полагает, что истоки августовской войны с Россией кроются в цивилизационном конфликте. К сожалению, это не было только войной между Грузией и Россией. Это была война между Россией и международным сообществом. Это война более идей, более война ценностей, нежели война только между двумя странами. Война между Осетией и Грузией – это проявление конфликта, который существует между русской цивилизацией и англосаксонской цивилизацией. Эти два социальных формирования борются за существование. Длительное время Россия, представлявшая ее СССР, были ослаблены, и ГРА шла в одни ворота. Только расширялась англосаксонская цивилизация и распространяла свое влияние на новые и новые страны. В том числе и страны Балтии, например, вошли в состав ЕС, в состав НАТО. С 2000 года ситуация коренным образом изменилась, а вот с 2008 года изменилась еще в большей степени. Было целый ряд провокаций со стороны России перед войной. Но именно, я думаю, что Грузия не очень умно действовала в августе. Итоги войны, как обычно, печальны. Около 200 тысяч беженцев с обеих сторон, а также по разным оценкам свыше тысячи погибших, как военных, так и гражданских. И постоянные заверения сторон, участвовавших в конфликте, о том, что трагедия не должна повториться. Даниил Смирнов, Игорь Никитенков, телекомпания ТВ5.